Семья Воробьевых на школьный шоппинг в центр Саратова приехала специально. Из красного текстильщика подбирают учебные материалы сразу для двух учеников. Восьмиклассника Димы и семиклассницы Насти. Пока в самом начале длинного списка учебных атрибутов и денежных трат. Вот купили мы своего списка две тетради по английскому, которые одна стоит 180 рублей. И плюс еще у нас здесь, наверное, тетради 10 надо. И атласы купить. Вот и примерно считать, во сколько все это выйдет. Это при том, что основные учебники выдают в школьной библиотеке. Такое обязательство на все школы накладывают изменения в федеральном законодательстве с 1 сентября. На это новшество уже отреагировала профильная индустрия. Мы акцентируем в своем ассортименте больше на тетради рабочей, на такой методический материал. Минимум учебники, то, что покупают с родителями, когда уже не хватило в школе, либо дали в таком виде. Некоторые родители не согласны, что там их ребенок будет учиться по какому-то потребанному учебнику. Они покупают уже тогда, вот приходят, покупают. Покупательского ажиотажа пока нет, даже в условиях акций и скидок. Ведь и они не особенно снижают стоимость учебников. Где-то вот 150 и потолок учебники иностранных языков очень дорогие. Поэтому там где-то до 600, наверное, рублей. А здесь все по 120. Школьный секонд-хенд. Бюджетный вариант для тех, кто все же вынужден покупать учебники самостоятельно. Альтернативный ларек находится рядом с домом Юлии. На будущий восьмой класс уже закупилась. Недавно сдала все свои учебники и приобрела новые, которые мне нужны были. В любом магазине они стоят 300 рублей, тут намного дешевле. Но все-таки власти стремятся к абсолютной доступности школьной литературы. Для того, чтобы образовательные материалы выдавали бесплатно, выделены деньги. По линии обеспеченности, это с точки зрения областного бюджета, у нас 84 миллиона, которые конкретно направляются на пополнение школьных библиотек, на приобретение именно учебников. Пока школьные библиотеки наполнены на 80%. Для чиновников образования приоритет – малообеспеченные семьи. Детей без такого статуса обеспечат учебниками по остаточному принципу. Наталья Тарасова, Александр Питченко, ТВ-центр, Саратов.